Всем привет, дорогие зрители! Мы находимся снова в парке Тайган. Вчера мне посоветовали просто удалять и банить сразу людей, которые пишут подобного рода комментарии. Я решила сделать интересней. Такие комментарии и различные угрозы в свой адрес, а их вы увидите немножко позже, я буду выставлять в своих видеороликах. Чтобы были все доказательства. О таких посетителях, которые, приходя своим поведением, просто, я считаю, гадят парку Львов-Тайган. Для некоторых я скажу, кто считает, что я получаю какую-то прибыль. Для тех, кто не в танке, хочу напомнить то, что на ютубе сейчас заработать очень сложно, а практически невозможно, потому что реклама не показывается. В России монетизация отключена. Большинство моих подписчиков именно из России. Но так как на ютубе я уже 6 лет, и мне просто нравится, это как моё хобби, выкладывать видеоролики, снимать про животных, про что-то интересное, то я, конечно же, буду продолжать этим заниматься. Будут ли платить за рекламу? Не будут. Мне это неважно. Я приехала в этот парк, я увидела, что есть таблички, есть все возможные виды ограничений для нормальных людей. Но для ненормальных людей препятствий нет. И если в своём видео я как-то увеличиваю кадр, и вы не видите этого барьера, это не значит, что его нет. И не кажется ли вам странным, что именно в парке Тайган происходят подобного рода случаи? Например, в парке Сказка. Я не припоминаю каких-то громких, слава богу, случаев, хотя там ограждения, я уверена, что абсолютно такие же, абсолютно такие же, как в парке Тайган. Но, по моему мнению, именно в парке Тайган территория очень огромная. Я даже не буду говорить большая, я скажу огромная. А дальше, раз территория огромная, ну, я думаю, дальше вы сами поймёте, догадаетесь, к чему это я. Подобного рода комментарии с различными угрозами в мой адрес я буду сохранять. Закреплять, делать скрины, закреплять в своём видеоролике и показывать большой аудитории. Про вчерашний видеоролик я могу сказать одно. Вы написали очень много комментариев. В основном это были хорошие комментарии, но большинство есть таких, которые возмущаются. Почему не было показано лица того человека, который нарушил все ограничения, все меры безопасности в парке Тайган? А я отвечу очень просто. Потому что этот человек сам себя записал и выложил. И есть это видео в социальных сетях. То есть люди, которые приходят, нарушают всевозможные правила в зоопарках, в парках, они тут же сами себя выкладывают и не боятся. Так что их не нужно записывать, их не нужно фотографировать, не нужно показывать их лица. Они сами себя записывают и сразу выкладывают в соцсети. Именно за этим они приходят в шикарное место, в парк Тайган. Но потом они очень недовольны, когда кто-то показывает их лицо, когда кто-то выкладывает их в интернет. Они очень недовольны этим. И начинают писать и спрашивать. А почему вы меня выложили? Ведь я не давала своё соглашение. Я против этого. Потому что ваше видео находится в свободном доступе, в интернете. Потому что вы сами себя выложили и показали в том же Инстаграме, или там в ТикТоке, или в Лайке. Да, и хочу заметить, что на своём канале специально я никого не записываю. И не буду специально никого записывать. Они сами попадают в кадр случайно. А так как я снимаю животных, я нахожусь в общественном месте и имею на это полное право.